Почему марафоны похудения не имеют долгосрочного эффекта в обычной жизни? Давайте, худейте к Новому году! В марафоне похудения есть всё, кроме того, чтобы научиться нести ответственность за своё тело. Вы не понимаете, когда вы сыты, когда нет. Жить в ограничениях — это не то, на что способен каждый из нас. Здравствуйте, меня зовут Анна Бусил, я коуч, и я рада приветствовать вас на своём YouTube-канале. Здесь мы говорим о том, как построить отношения со своим телом и едой. Мы говорим о том, как стать более уверенной и ответственной, и реализовывать все свои цели. Сегодня говорим про тему марафонов похудения, и почему марафоны похудения не имеют долгосрочного эффекта в обычной жизни. Итак, тему решила поднять по причине того, что скоро Новый год, и вам будут без конца говорить о том, что давайте худейте к Новому году, иначе Новый год вы встретите или проведёте совершенно не так, как следует. Соответственно, тема актуальная, вот ещё чуть-чуть, и поверьте, эту идею будут с каждого утюга вам продавать. Есть три простых причины, почему люди не держат эффект после марафона похудения. То есть я верю в то, что кто-то собирается со всеми силами и снижает вес за время прохождения марафона. Однако, насколько люди готовы удерживать тот результат, который они для себя поставили? Или, например, улучшать свой результат после окончания марафона? Здесь статистика говорит о том, что в большинстве своём люди либо останавливаются, ну а большая часть, более 80%, срываются и набирают потерянный вес. Соответственно, первая причина, почему марафоны похудения не имеют долгосрочный эффект, это то, что вы не несёте в марафоне похудения ответственный за себя. Вы выбираете автора, у которого, скорее всего, есть результат или компетенция, но вы ждёте от него конкретных инструкций, и ответственность за свои результаты вы перекладываете на этого самого автора марафона. А когда вы заканчиваете марафон, встречаетесь с обычной жизнью и понимаете, а сейчас решение, да, все принимать необходимо самостоятельно. Таким образом, в марафоне похудения есть всё, кроме того, чтобы научиться нести ответственность за своё тело, за выбор тех продуктов, да, и за удержание цели. Соответственно, ответственность вы не тренируете в марафонах похудения, и результат дальнейший не достигается. Причина номер два, это то, что у вас нет времени, и вам особо и не задают вопросы, что вам нравится, что не нравится, как вы себя чувствуете. То есть, есть схема питания, которую передают, и, собственно, это единственное, да, что в качестве инструмента есть. Вы не исследуете в марафоне похудения своё ощущение после употребления того или иного продукта. Вы не понимаете, когда вы сыты, когда нет, и так дальше. То есть, нет места чувствам, переживаниям, с которыми вы точно будете сталкиваться на протяжении всего марафона. То есть, да, безусловно, вы скинете этот вес, но люди, у которых есть регулярные переедания в жизни, которые не умеют управлять своими эмоциями, они дальше, встретясь с этими эмоциями, будут идти у них на поводу. И один из важных моментов, это, конечно, научиться идентифицировать те эмоции, которые вы испытываете, переедая или, наоборот, ограничивая себя в еде, чтобы впоследствии, безусловно, уметь с ними работать и не пойти на поводу у эмоций и, например, переесть. Соответственно, ваша задача точно понимать, а готовы ли вы идти в ограничения, не чувствуя каких-то своих истинных потребностей на протяжении, допустим, месяца марафона. А дальше, как с этим справляться, как справляться с усталостью после марафона, как справляться со злостью, которая будет однозначно после прохождения марафона, потому что были жесткие ограничения. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете основную мысль. Кстати говоря, подписывайтесь прямо сейчас на мой телеграм-канал. Я там очень много говорю про чувства, эмоции, переживания, как с ними справляться в формате аудиоподкастов или каких-то полезных статей. Прямо сейчас ссылку оставляю внизу, переходите и подписывайтесь. И третья причина, почему результат после марафона похудения сложно поддерживать в жизни, это то, что вы сами не выбираете еду, которую складываете в тарелку. Вам дают конкретное меню, и вы начинаете строго придерживаться этого меню. Какая оборотная сторона всего этого процесса? Она состоит в том, что у вас нет понимания, да, и вы не формируете понимание, что вам нравится из еды, что вам не нравится, что дает вам энергию, какой продукт конкретно, какой продукт энергию забирает. То есть вы идете просто строго по стандартной схеме, которую для всех разрабатывают одну авторы марафонов, и, к сожалению, у вас нет понимания, а что вам именно нравится. Потому что жить в ограничениях, это не то, на что способен каждый из нас. Потому что все равно будут праздники, будут поездки, и зачастую люди, которые очень жестко держат рамки в пределах месяца, пока идет этот марафон, не понимают, как справляться в других ситуациях, да, в каких-то нестандартных, когда вы не дома, когда вы в какой-то непривычной атмосфере, где нет доступа ко всем строго разрешенным продуктам. Поэтому так как вы сами не наполняете свои тарелки, это значит, что в любой момент вы можете уйти от этого намеченного кем-то плана и до конца не осознавать, а что нравится вам, какой продукт дает энергию и строит ваше тело в самом лучшем смысле этого слова. Поэтому марафоны похудения, возможно, да, они работают для того, чтобы в какой-то период времени сбросить лишний вес. Но глобально, с точки зрения осознавания себя, с точки зрения экологичного развития себя, я не рекомендую посещать все марафоны похудения. Если вы хотите пойти и заняться своим питанием, лучше выберите себе классного нутрициолога и поработайте индивидуально. Это даст вам больше эффект. Уж я-то точно знаю. Вы помните все мои до и после, они здесь появляются на экране. И я точно знаю всю структуру этих марафонов, для чего они делаются, как там в этот момент психика работает и почему люди набирают гораздо больше килограмм, чем они сбросили во время этого месячного или двухмесячного марафона, в зависимости от самой программы. Прямо сейчас я рекомендую вам подписаться на мой инстаграм. Очень часто я затрагиваю в сториз тему тела. У меня даже есть в закрепленных сториз отдельная вкладка, где я отвечаю на вопросы на предмет того, как принять свое тело, как начать двигаться к здоровому снижению веса, если вам это необходимо. В общем, подписывайтесь прямо сейчас, переходите в мой телеграм, ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, в каких марафонах похудения вы участвовали и участвовали ли, какой был у вас результат и насколько вы сумели удержать свой вес. Буду рада обсудить это в комментариях, обязательно делитесь своим опытом, он абсолютно точно будет полезен другим зрителям. Ну а мы с вами прощаемся, увидимся в следующем видео, пока! Субтитры сделал DimaTorzok